Привет, бойцы! С вами канал MuayTaiCK. Сегодня у нас очередной выпуск свежих новостей. Итак, первая новость. Джон Джонс временно отстранен на неопределенный срок. Временный чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс отстранен на неопределенный срок спортивной комиссии штата Невада на заседании, состоявшемся в понедельник. Джон отрицает намеренное употребление допинга. На заседании было объявлено два запрещенных вещества, обнаруженных в допинг-пробах, взятых у Джонса 16 июня. Гидроксикломифен, ингибитор экстрагена, и метаболиты летрозола, ингибитор ароматазы. Джонс заявил, что считает источником этих веществ пищевые добавки, в составе которых не значились эти вещества. Джонс передал на тесты эти пищевые добавки. Комиссия приняла решение временно отстранить бойца, а окончательное решение принять на следующем заседании, которое должно состояться в сентябре или октябре. Вот такая вот новость. Очень жаль Джона Джонса. Конечно, он один из величайших бойцов UFC. Много у него красивых побед, стиль его очень отличный. Но, как говорил еще Нейк Диас, да, все в UFC принимают стероиды. Все сидят. Просто кто-то успевает перед боем очиститься, кто-то не успевает. Но после того, как UFC заключила договор сусада, они теперь берут допинг-пробы и во время тренировочного процесса. Поэтому все тяжелее и тяжелее бойцам скрывать прием стероидов. Но у Джонса нашли не именно стероиды, а вещества, которые скрывают прием стероидов. Поэтому Джонс апеллирует этим и говорит, что я принимал, да, он неосознанно, скажем так, принимал вещества, которые скрывают стероиды, но это не значит, что он принимал стероиды. Вот такие вот дела. А как оно на самом деле, комиссия покажет. И следующая новость. Сауль Альварес сказал, что Геннадий Головкин выбирает себе легких соперников. Экс-чемпион мира в двух весовых категориях 25-летний мексиканец Сауль Альварес с рекордом 47 побед, одно поражение, одна ничья. В очередной раз раскритиковал чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, WBO, IBF, IBO 34-летнего казахстанца Геннадия Головкина с рекордом 35 побед, ни одного поражения. За выбор, по его мнению, слабых соперников. Как сказал Альварес, все его соперники – это легкий путь. Он никогда не дрался с тем, кто заставил бы подняться его на новый уровень, заявил Канело. Но, как вы все знаете, когда Геннадий в очередной раз победил соперника, и вот уже дело подходило к бою Альварес-Головкин, которого все очень ждали, Сауль просто убежал. Он просто отказался от своего пояса и сказал, что я драться не хочу и не буду. За это его фанаты, конечно, там очень троллили сильно. Ну а теперь он как бы герой, говорит, что у Головкина только легкие соперники. При этом сам убежал, считая себя сильным. Вот такой он мир бокса. Все любят говорить, но мало кто любит выходить в ринг с серьезными соперниками. И последняя новость. Я вам скажу результаты чемпионата России по тайскому боксу. С 13 по 17 июля в городе Москва прошел чемпионат России по тайскому боксу. Как и всегда, турнир получился богатым на интересные бескомпромиссные поединки. Это не мудрено, ведь на чемпионате выступило большое количество именитых и титулованных спортсменов. И вот, ваше внимание, результаты я назову только победителей. Женщины до 45 килограмм. Непианиди Анастасия Калининградская область до 71 килограмма. Тарасова Анна Московская область до 75 килограмм. Ларионова Ирина Московская область. И результаты мужчин. До 48 килограмм. Копылов Павел Пермский край до 51 килограмма. Ищукья Корнижегородская область до 54 килограмм. Зикреев Асланбек Кемеровская область до 57 килограмм. Абрамов Александр Кемеровская область до 60 килограмм. Камрян Набати Дагестан до 63 с половиной. Павел Вальтеран Кемеровская область до 67. Ульянов Алексей Кемеровская область до 71. Денис Калатыгин Московская область до 75. Григорьев Иван Севастополь до 81. Сергей Веселкин Московская область до 86. Михаил Сартаков Новосибирская область до 91. Арслан Ялпыев Московская область и 91. Плюс Кирилл Корнилов Санкт-Петербург. Всех поздравляю с победой. Молодцы, хорошие поединки, красивые бои. Подписывайся на канал, ставь лайки. До встречи в новых новостях, видеоуроках, обзорах. Также ты можешь подписаться на мои бесплатные видеокурсы в конце этого видео. Удачи в тренировках! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова